Решила я все-таки покушать чизкейк и решила вам дорассказать книгу быстренько, вкратце, потому что, если честно, я начала читать другую и теперь у меня все смешалось в одну кучу. В общем, расскажу. Последняя часть книги «Сбылась мечта идиотки». В общем, она была у двух сестер, она была у сына от первого брака, она была у жены и остался у нее как будто бы вот этот сын, но сын не считается, потому что ему нет 18, в общем, ну, такой вот он, и он дурачок, зависимый от игры. И, в общем, она пришла домой. Что самое интересное, мне вот этот вот сосед, которого она затопила, каждый вечер начал приходить и каждый вечер, не знаю, прям закрыть окно, что ли, там музыка играет. Одну секунду, ну, простите, как обычно. Избивают меня, в смысле? Он у нее то пельмени варил, то котлеты по-киевски жарил, мешал ей постоянно духать, ну, в общем, это целая история, вот этот тот, который. А тот, который унитаз ее устанавливал, московский Татарин, он тоже приходил каждый день и обязательно что-то делал. Ну, она этой Сандре говорит, ну, что за херня, как от них избавиться? Ну, они бестолковые женихи. Ну, вечером-то она пришла домой, Сандра там, то ли у нее была, то ли она ей позвонила, я не помню. Вот она говорит, как избавиться? Она говорит, я тебе сразу сказала, купи красные трусы, намочи их и кинь на люстру, а не вот это вот все. У-у-у, нет, угу, сейчас. После того, как она побеседовала с этими двумя сестрами, она идет домой и около своего подъезда видит мужчину своей мечты и этих полицейских тоже. Она сначала хотела раздуматься и пойти обратно, но потом поняла, что уже вот этот на нее смотрит и смотрит, куда она идет. Она подходит, он говорит, по подозрению в убийство, значит, в убийстве давай к нам в машину, и едем тебя допрашивать. А, не-не, обыск, обыск, у тебя обыск будет. Про стаканы я говорила? Не помню. А, и сестра, одна из сестер, которая вторая, Юля, сказала, смотри, как бы тебя саму не поймали скоро. Это в окончании разговора. Вот видите, я не знаю, как вам рассказывать, потому что я все отрывками вспоминаю оттуда. Там-то я читала, это автор был, который правильно излагает свои мысли, и все, у них мозг работает по-другому. Они же пишут детективы, а я так не соображаю, я прочитала и забыла. В общем, Юля напоследок сказала, смотри, как бы тебя саму скоро не поймали, не закрыли. И тут сразу после этого разговора у нее стоят под подъездом и говорят обыск. Про стаканы, это, этого, как его звали, то вообще уже забыла, Крылов или как его там фамилия, который умерший. Его отравили из стакана, на котором была коровка. А эта коровка, а эти стаканы такие же, как у нашей героини, Люси. И еще момент. Они заходят к ней, начинают обыск. А она там все, знаешь, ты что мне не веришь? Он говорит, будем обыскивать, и все, все улики на тебя. Зашли, ничего не нашли. Двух понятых вызвали соседей, соседи разочарованы, ушли, что ничего не нашли. А какие, мол, эти улики? Он говорит, на подушке у Крылова нашли в его квартире твои волосы. А стакан, из которого Крылов был отравлен, на нем найдены твои отпечатки. И стакан точно такой же, как тот, который у тебя есть из набора, и одного не хватает. И привезла женщина. Такая же, эти подтвердили, что это была ты. Эти подтвердили, как их? Люди. Родственнички его. Она офигела. Не помню, они ее сразу забрали на опознание или нет. Вообще, забирают они ее на опознание. Кто-то будет ее опознавать. Приводят в кабинет. Еще две женщины. Одна худая, длинная. Другая молодая, там, с хорошей комплекцией. И наша стоит, Люся. Надели на нее какую-то униформу. Заходит какой-то алкаш. Она это дело отмечает, потому что от него тащила запахом. Аж еще он не вошел. Уже чувствовала, что от него вонь идет. И он на нее тыкает пальцем. Говорит, вот это она привозила цветы. Люся, конечно, офигела. Нифига себе. Она не знает этого Крылова. Никакие цветы она не привозила. А этот, говорит, она. Люся, говорит, да он же пьяный. А этот, говорит, вы сможете ее опознать по голосу? Он говорит, наверное, да. Она, говорит, ну спроси у нее что-нибудь. Она говорит, что спросить? Он говорит, ну что-нибудь. Она говорит, здравствуйте, извините. Скажите, как пройти в библиотеку. Визглявым голосом, потому что она была на эмоциях. Он говорит, да, очень похоже. Она говорит, подождите, это не считается. У меня сосредоточится. Еще раз, здрасте. Скажите, пожалуйста, как пройти в библиотеку. Уже более таким спокойным голосом. Он говорит, а вот здесь не похоже. Она говорит, да он типа пьяный. Как он может это узнать? Ну мало ли кого он там. Это охранник их, получается, его вот этого загородного поселка. Короче, отпускает этого деда. Этот начинает ее пытать. Как мог оказаться твой стакан там. Как и волосы твои. Ну все, ты убийца. Она говорит, ты что мне не веришь? Она уже даже сама начала сомневаться. Может, она его действительно грохнула, да не знает. В общем, под подписку они выйдут и ее отпускают. Она идет домой, соображает, что раз была доставка цветов, и там озвучили какое-то название доставки цветов, надо выяснить, кто доставлял. Ну если бабы-то похожие. Она начинает ковыряться, находит телефон, звонит, хочет узнать, они информацию не дают. Она решает, что надо к ним на работу устроиться. Тем более у них есть там какая-то открытая вакансия. Она идет на собеседование в эту контору. Или у меня уже в другой книге все путается. Она идет на собеседование. Ну да. Но там она признается, что она ищет вот эту вот доставщицу. Это бабенка, ей говорит, что доставщица сейчас на выезде. Она не может подойти, но завтра может быть что-то решится. Как-то ее там зовут, не русское. Имя такое, трудно мне запомнить, извините, не помню. Да мне и русский-то трудно запомнить. Пока она идет домой, она решает, что дай-ка я закажу себе букет и именно скажу, чтобы вот эта вот женщина мне привезла. Она заказывает букет и говорит, мне сегодня срочно. Они говорят, срочно, стопроцентная доплата. Она говорит, ну ладно, подожду до завтра. И завтра должны ей привезти. А, блин, это было раньше, за день до этого. Блин, простите. В общем, вот это все, что она сходила на собеседование, все. И получается, мы возвращаемся, как будто у нее сейчас был обыск. Вот сейчас. И ей звонок в дверь. Я вот видите, все перепутала. Она действительно ходила на собеседование, все это выясняла. Но это случилось за день до ее обыска. Только она закрывает дверь за этими полицейскими, звонок в дверь. И говорят, мол, доставка цветов. Она думает, вот, сейчас я ее увижу. Потому что у нее было рассчитано то, что эта доставщица очень похожа на нее. Открывая дверь, там стоит молодая девушка. Она ей говорит, а где вот эта вот, которая женщина? Он говорит, она на заказах. Он говорит, как она на заказах? Если я хотела ее. У нее типа она на заказах, она занята. Или там что-то у нее... А, ее говорит молодой человек, запрещает ей там что-то выезжать работать. Посадила ее дома, она дома сидит безвылазно. Ну вот, я за нее. Хотя я понимаю, что богатый молодой человек, как этот, ну, что это ненормально, когда он не дает ей выбраться из дома, а заставил ее сидеть дома. И она, получается, не может связать. Она не может посмотреть, похожа ли эта женщина на нее. И, в общем, снова она в тупике. Она легла, утром встает, ей надо идти на работу. Конец близок. Ей нужно идти на работу. Она едет на какое-то интервью. Она же в газете работает или на что-то такое. И выходит на станцию метро Новослободская. И тут вдруг она осознает, что ее квартира на Белорусской, станции метро, совсем недалеко, буквально за углом. И если она чуть-чуть пройдет, то она сможет посмотреть на свои окна, как будто ее родные уже, хотя эта квартира принадлежит не ей. Ну, она решает, думаю, дай-ка прогуляюсь, погода хорошая. Идет и видит открытое окно. И у нее сразу караул. Роберт, кто в моей квартире, твою мать? Она бегом забегает в квартиру, на этаж, звонит в дверь, открывает женщина. Это же есть порога, вы кто здесь? Это она говорит. А вы кто, чтобы я вам отчитывалась, мол, идите нахер. Я будущая хозяйка, кому завещала это Крылов, я вам не советую со мной так разговаривать, вы же, наверное, не хотите работу потерять. Это сразу взяла тапочки, принесла ей тапочки, говорит, я уборщица. Она говорит, а у вас есть? А, что-то она ей сказала, она говорит, ну, это мать Крылова там. А я говорила за мать Крылова? Ребят, я вообще все перепутала. Снова нам надо вернуться назад. Назад. А кто же ей сказал за мать Крылова? А нет, она же ей сказала. А кто тогда за любовницу сказал? Хоть бейте, вообще память отшибленная. Пока читаешь, так интересно, а потом все забыто. В общем, давайте то, что помню. Она говорит, есть мать Крылова? Она говорит, живая или померла уже? А я вам это рассказывала или нет? Она дает ей адрес. Она же вот где-то, в общем, в Подмосковье. Она же собирается и едет. Сейчас. Она собирается и едет к этой матери, стучится в дверь. И ей слышит женский голос такой в возрасте. Кто? Она говорит, я от вот этого Крылова. Она, ой, это, наверное, Юлечка или Маечка открывает дверь. И наша Люся понимает, что бабушка полностью слепая. Не видит ничего. И он говорит, ой, кто это, Юлечка или Маечка? Он говорит, да, Юлечка, по-моему, она сказала. Ой, заходи, заходи. Я так рад тебя видеть. Вот к нам давно не приезжал вот этот сын, получается, который помер. Она думает, что это мат. А потом выясняется, что это сестра матери. Такая обстановка, небогатая. Ну, понятно, да, пенсионерка. Она говорит, ой, что же я тебя не поучаю? Пойдем, она говорит, давайте я вам помогу. Она говорит, что свои таберологи я сама разберусь. Это, ну, в том плане, что я смогу даже сослепу тут найти, что куда наливать и что ставить. Тут воно в дверь приходит работница, которая называется как-то не сиделка, а как, ну, из госучреждения, бывает, помогают. Тут работник. Я говорит, принесла вам продукты. И вот деньги за него, ну, платите за эти продукты деньги. Эта же бабулька встала, ой, да, да, деньги. А наша героиня отметила, что полы грязные, все, в общем, ну, такое грязное, что бабулька даже, ну, не сможет помыть, она не видит этой грязи. И она принесла пакетом какое-то самое дешевое молоко, творог, еще что-то. Наша смотрит Лютя в этот пакет и понимает, что бабушку-то, это, дурят. И она говорит, где чек? Бабулька вышла уже. Где чек? Ты такая, слышь, ты дура, я тут тебе чеки предоставлять не буду. Она говорит, будешь ты предоставлять чеки. А то я сейчас, типа, позвоню в полицию и посмотрим, кто тут, это, старушек бьет, голодом морит. Она, типа, я ее не бью. Она говорит, ну, пусть они и выясняют, кто кого бьет и кто кого голодом морит. Куда ты бабки эти тратишь? Та дает ей, достает чеки, кидает. Она смотрит, там, орехи, мед, еще все прочее. Она говорит, так, что-то я не вижу в пакете ни орехов, ни меда, ни хера вот этого. Где все, это, мол, бабушка пусть ест здоровое питание, творожок. Орехи я и сама люблю. Она говорит, да. И, в общем, идет бабуля обратно. Ну, наша Люся что-то ей там хорошенечко сказала таким крепким словцом. По типу того, вот ты будешь теперь, тварь, приносить все как надо. А если ты не будешь приносить, то тебе пипец. Бабулька идет, говорит, ой, совсем недавно пенсию получала, а денег-то уже нет. А наша Люся говорит, бабки сюда давай. Сколько ты вытрясла? Та достает кошелек, Люся у нее все это достает оттуда все бабки. Там много денег. Что-то там, например, 10 тысяч. И она говорит, вот вы их здесь положили, оказывается, вот здесь деньги. Нате, заберите, спрячьте. А то вы, может, тут лунатизмом занимаетесь, принесли и забыли. И она сидит, ой, я, да неужели я могла забыть, бабулька? Она говорит, а вот теперь, ну, например, там зовут эту соцработницу, не помню. Говорит, будет приходить к вам приносить продукты из магазина, в котором она нашла все гораздо дешевле. А, она там масло, в общем, сливочное нашла. И говорит, масло сливочное подорожало на 20 рублей, еще 20 рублей. А это что вообще, с чего началось? Наша посмотрела Люся и видит, что самое дешевое масло, которое она буквально позавчера покупала, самое дешевое. И оно стоит там не 70 рублей, а 30, ну, к примеру, да? И она из-за этого завелась. Она говорит, ладно бы ты пошла грабить наших олигархов там, которые с яхтами. Но ты пришла к старушке, и ты у нее забираешь последние деньги, скотина, вот получай. И она говорит ему, она нашла магазин, в котором все в два раза дешевле. Так же, ну, это, там, например, Женечка. Она такая, так. Она говорит, а сейчас Женечка вымоет пол. Женечка такая встает, начинает мыть пол, потому что ей-то сейчас наша Люся просвистона вставит. Дальше она говорит, и будешь приносить, она уходить, она говорит, будешь приносить все чеки, и вот сюда коробка из-под рафинады складывать. А я раз в месяц буду приезжать и проверять. И пусть, ну, копейка с копейкой не сойдет, тебе будут каранты. Тогда я что-то ряхнула, она, типа, заткнись, иди отсюда. А эта бабулька говорит, мать этого Крылова умерла три года назад, получается, что, а почему она стала с ней жить? У нее было слабое сердце, ей нужно было сделать операцию. Сынок деньги на операцию не дал. Эта бабулька продала свою квартиру. В России ей не захотели как будто делать, она куда-то поехала, например, в Израиль, я не помню. В общем, куда-то она поехала, сделала операцию, еще 9 лет прожила. А у этого Крылова, как оказалось, все имущество было не совместно нажитое в браке, а как будто бы подаренное от мамы, от его, получается. Когда маме нужно было делать операцию, этот Крылов сказал, что у него нет денег из бизнеса, он их вытащить не может. Мама сделала операцию, и буквально там через сколько-то, ну, совсем недолгое время, он купил вот этот особняк и оформил на мать, а мать должна была ему подарить. Ей подарила, чтобы потом при разводе никто ничего у него не оттяпал. Вот так это дело пошло. Матери уже нет, и вот эта вот женщина, ну, бабулька, говорит, ты могла бы съездить на могилку покрасить, ну, она же думает, что это внучка, могла бы покрасить оградку, потому что я-то, я, может, типа добралась, но я сослепу там ничего не увижу, не покрашу. Она говорит, да, я съезжу. В общем, они попрощались, все, а она и эта бабулька даже умудрилась сунуть в этот, в гостинице сырок плавленый, яблоко, что ли. Ну, в общем, представляете, да, сама там живет в нищете, а даже угостила эту сырком и яблоком. В общем, приехала она домой, Люся, по-моему, к ней снова пришел сосед, то ли пенбей не варить, то ли что, и, говорит, радостно сел, хотел включить телевизор, а телевизор у нее не работает, она, говорит, у меня не подключено, он, говорит, почему же, спортканал хотел, она, говорит, Люся обрадовалась, что хотя бы это, он не застрянет здесь надолго, а свалит домой, потому что она его уже все, не знала, как отвадить. Вот, она говорит, потому что я не смотрю телевизор. Этот сосед грустный пожевал свои котлеты киевские, ушел. Сейчас, подождите, вспомню, в этот вечер было или в следующий. А как же она узнала про того мать? Сейчас, подождите, соображу. Слушайте, вообще, я так не могу вспомнить последовательность событий. Все так быстро там развивалось. Она же пошла на кладбище, и пока она шла по кладбищу красить эту оградку, вспомнила Ятишкин городовой, она идет по кладбищу и видит оградку, и видит могилу вот того, кто был на фотографии, которого положили покойнику в руки, вот этому крылову. Она видит могилу этого человека. Прикиньте, вот, что я забыла. Я думаю, откуда она его узнала? А как она адрес-то узнала? А как она адрес-то узнала ее? Хоть и бейте, не помню. И она понимает, что этот, кто был на фотографии, Алексееву, по-моему, зовут, он-то умер уже давно, и он не мог передать фотографию, мол, чтобы положили в гроб, как вот от друга, да, Алексеева, или как там было, я не помню. И она понимает, что фотография там лежит, не от него, ну, не он положил, а кто-то, значит, это как будто бы месть могла бы быть. Так, а теперь кто, либо с матерью она разговаривала, либо с любовницей. С любовницей, значит. В общем, каким-то образом, я уже не помню, как получились события, она приходит обратно к этой домработнице, ну, вот это связывается с этой домработницей, или это было в тот же вечер. И эта домработница говорит адрес любовницы этого Крылова. Она говорит, господи, откуда вы знаете, если я сколько здесь пыталась выяснить, никто не может понять, что за любовницей была ли она вообще. Она дает адрес этой любовницы, говорит, а вас может отвезти мой муж, ой, мой сын, этот сын, этот сын работал у Крылова водителем. Он может вас отвезти, хотите? Она говорит, хочу. Они пока едут, она говорит, а любовница красивая, он говорит, ну, так-сяк, значит, ничего конкретного. Она говорит, ну, она думает, хороший водитель, из него ничего не выпытаешь, жене никогда ничего не расскажет. В общем, она его пытала-пытала там что-то узнать про Крылова, про любовницу, ничего не смогла выпытать, он могила, короче. Он ее привозит к дому, она идет, звонит в дверь, а он говорит, скажи, что ты там, ну, от кого-то, от кого-то, какое-то имя. А она говорит, что-что, он говорит, когда сейчас, ну, этот включится домофон, скажи, что ты от этого, иначе ты в квартиру не попадешь. Получается, он как водитель привозил этого Крылова, и он слышал, там, или, ну, как он знал пароль, да, по какому можно войти, или что-то такое. Вот. И она входит, приходит в квартиру, открывает ей такая Клеопатра с этими, как его, с челкой черной, с длинными волосами, все красиво, весь, это, кстати, квартира где-то в дорогом районе, ну, по типу там, например, центр какой-то Москвы, не помню, где именно. Не имеет значения, но, в общем, дорогая, дорогая, дорогая квартира, высокие потолки, она заходит, сразу оценила обстановку, что вообще не дешево, даже очень хорошо все тут дорого. И она говорит, ну, давай, показываю, что ты принесла, какие-то крема, значит, она говорит, я вас обманула, я, на самом деле, от этого, от Крылова, мне нужно выяснить. Она говорит, а, так ты, что-то, типа, Люся, а она такая, нифига себе, откуда она знает, что я Люся? Крылов-то помер, мне оставил, а она откуда знает? А она говорит, сам Крылов, и что-то, ну, что-то, вот, я не помню, что она сказала, что, она говорит, Крылов-то умер, его убили, и это начинает смеяться у любовницы. А Люся понимает, что это истерика, и со всей дурью. Она говорит, я вспомнила, что нужно дать леща. Когда у человека истерика непрекращающаяся, и он начинает так себя вести, надо дать леща. Я думаю, я ей со всей дурью дала в глаз. Это, говорит, ты что, ебанутая? В глаз зарядила. Такая встает в холодильнику, но она успокоилась, кстати, так что все нормально. Она достает бутылку, говорит, надо помянуть. Она говорит, я не пью, Люся. Она говорит, надо это по традиции, по-славянской, или, ну, вот, что-то она такое сказала, это на нее смотрит, на прошмановку, на такую, какая славянская традиция, и традиции как бы далеки друг от друга. Она, в общем, стала перечить для того, чтобы-то я ей все рассказала. И она говорит, давай выпьем. В общем, выпивают они это все дело. Я не могу. Она говорит, ну что, Анголь, наш Крылов был еще тот дурачок, мол. Когда-то она пришла к нему работать. Она очень симпатичная. Она пришла к нему работать секретарем, что ли. Помните, в самом начале рассказывала, что он на лбу и кресту выжег, и сказал, что как будто бы не сказала, а потом ей сказали Люсе, что она спилась и умерла, стала алкашкой. На самом деле, это оказалось, это любовница. Так вот, она пришла к нему секретарем, а он такой был мерзковатый на внешний вид, всегда в каких-то шмотках, застиранных. В общем, он не выглядел на миллионера вообще ни разу. Весь какой-то неухоженный, ну такой вот был, неопрятный, какой-то неприятный. И она, говорит, я на нее посмотрела с брезгливостью, прямо вот сразу. А потом, пока я у него работала, она стала бешено оттянуть друг к другу. Я, говорит, не могла это контролировать. В общем, дошло дело до этого, и Крылов оказался любитель БДСМ. И, говорит, и у нас понеслось. И все, с каждым разом все интереснее и интереснее. Все жестче и жестче. Это доходило до того, что, говорит, я иногда думала, что в следующий раз может быть последним, потому что он дойдет. А она уже, говорит, я как наркоманка на это подсела. Я не могла без этого уже обойтись, и мне надо было, короче, чтобы вот с этой болью. И он, и, в общем, он говорит, все, что было до этого, и все, что было как бы после Крылова, это мне казалось детским лепетом, потому что ей хотелось именно, чтобы ее как это сделать-то, как сказать, чтобы она боль испытывала. Вот. Ну, и в какой-то момент она поняла, что он ее может убить, потому что, ну, в том плане, что ей мало уже было, ей хотелось еще больше, чтобы вот эта боль была, боль, и он ее там и душил, и всякое такое. И она ему сказала, мы расстаемся, я больше не хочу этого всего. И как раз это оказалось в его кабинете во время рабочее. И зашла жена, а он ее повалил на стол, и зашла жена, и он ее душил. А он-то ее душил не потому, что он ее душил, а потому, что это у них такие игрища. А жена подумала, что, ну, она как бы догадывалась, что есть любовница, а тут прям воочию видела. И он, и он, короче, говорит, эта тварь сдает меня моим каким-то конкурентам информацию, я ее убью. И жена подумала, что это действительно не любовница, и, в общем, со спокойной душой это он уволил. Но они как бы разошлись. Любовница нашла себе другого парня, начала уже жить там, все хорошо, прошло уже время, и тут появляется Крылов недавно. Ну, там, пусть, например, там, ну, не знаю, ну, пусть полгода назад он появился и говорит, давай мы все начнем, там, я с тобой хочу быть, там, я тебе отпишу все свое имущество. Она говорит, я и сама неплохо живу, но она поняла, что это может плохо кончиться. Она, в общем, отказалась. Она говорит, я знала, какой он, что он будет держать меня на мушке, вот это вот все, в общем, я отказалась. И он сказал, ну, тогда я перепишу свое наследство на перо попавшееся. А она говорит, ты перепиши. И он достал из кармана кучу визиток, и первая визитка была Люся Лютикова. Он говорит, да вот на нее и перепишу. Он говорит, ну, и перепиши. И захлопнула дверь. А он был таким дурачком, он мог ехать в метро и начать там что-нибудь кричать людям, да вот как вот мы здесь живем, ну, что-то на подобии этого, да, у него крыша иногда ехала. Ну, или там притворяться каким-нибудь работником обычным, а по факту это оказывался вот этот вот Крылов миллионер. Ну, были у него приколы такие заскоки. И оказалось у него, и она думает, что кто? Я ему визитку, когда? А, вот же, она говорит, она мне втюхивала, что я могу стать лифтером в своем возрасте. Вот могу работать лифтером. Ей было невдомек, что, мол, у меня это, кто-то так бабла дофига. И Люса начинает прокручивать, и где-то там полгода назад она на улице встретила, был у них то ли митинг, к какой-то то ли встрече, уж я не помню. И там вот подошел пенсионер, а вот я кем я могу работать? Ну, такой невзрачный мужик, и она ему говорит, да вы в своем возрасте можете хоть лифтером, хоть там консьержем, и все. Он такой, вот, там что-то начало ей говорить, она говорит, возьмите мою визитку, я вас трудоустрою. Она же как будто в газете по трудоустройству. И у нее начал сходиться пазл. В общем, она ушла от этой любовница выходит, а этот парень стоял и ее ждал, водитель оказывается. А как же она узнала адрес там матери той, я не могу вспомнить. Хоть убей. Второе. То ли ей снова эта женщина сказала, мать этого водителя. Хоть мне и не помню. В общем, так. По-моему, это ей снова сказала вот эта, которая домработница. Что есть, вот этого мужика, чью фотографию положили в конверте, в гроб. У него есть жена, и где она живет, адрес. То ли наша Алюса сама узнала. Хоть у тебя я не помню. Приходит она, короче, к этой женщине, кто жена вот этого парня, чью фотографию положили в гроб. открывает дверь ей интеллигентная женщина с этой, как она называется, с нитью жемчуга на шее, в длинной красивой юбке. В общем, вся такая статная леди. Вообще, никак не вписывающаяся в образ обычной пенсионерки, понимаете. Все, у нее волосы красиво лежат, она вся ухоженная, красивая. И она говорит, я соцработник ей. Она говорит, вы соцработник? Она говорит, да, вот тут у нас проходит акция, помоги там кому-то. Она говорит, а мне помогать не надо, я все имею в достатке, спасибо. Она говорит, ну может быть, вам там продукты принести, или еще что-то вот такое. В общем, она хочет к ней втереться в доверие. Она говорит, нет, у меня все есть, ну проходите, можем с вами побеседовать и чаем ее поить. А у нее вкусно пахло пирогами. Она говорит, вот как раз у меня пироги с капустой подходят. Она садится за стол, пироги она попробовала, начала хвалить наша Люся, она расплылась, начала рассказывать рецепты этих пирогов, как она готовит, какие у нее есть секреты, а потом что-то она сказала, у меня сын и помогает. Еще забыла сказать. Блин, я вообще все забыла сказать. Помните, когда к ней пришли, цветы принесли? Цветы тогда к ней пришли, принесли, и говорят, у нее появился новый молодой человек, который ей запрещают работать, и он на спортивном красном автомобиле. А в самом начале спортивный красный автомобиль был у того, который вот нотариус, он же ее привез сначала на отпевание, а потом привез ее в дом, к этому, когда были поминки. Красный спортивный автомобиль. Так, я не помню, я говорила просто или нет, и наша Люся думает, красных спортивных автомобилей дофига, ну, я-то сразу поняла, что речь о том мужике, о том самом начале. Она говорит, мне сынок помогает, вот он такой у меня молодец. И что-то заговорили, она говорит, а я соцработник, вот, говорит, только могилку красила. Она говорит, где что-то, где она, говорит, да вот, на кладбище и называет фамилию, имя, отчество Крылова матери. Она говорит, да вы что, а ведь у этой матери Крылова есть сын, а это лучший друг моего мужа покойного. Она говорит, да вы что, такая земля круглая, как вот лучший друг, расскажите, а почему был. Крылов типа умер, а этот фотографий положил или что, она же, ну, она же не говорит, что она на могиле была, она говорит, нет, наоборот, мой муж умер, а Крылов вот такой мудак. и она начинает из нее выуживать информацию, и она говорит, они были лучшими друзьями с детства, они были лучшими друзьями с детства, и когда были там какие-то 90-е или конец 80-х, они решили открыть обувную фабрику. Ее муж, и он в шахматы играл очень хорошо, вот ее муж, потому его и прозвали, там ему дали кличку по фамилии знаменитого шахматиста. Вот, и у меня муж делал лекала для обуви, до сих пор там есть магазины, ну, фабрики, которые отшивают по его лекалам, по его вот этим всем, а Крылов должен был быть мозгами и, ну, вот куда продавать вот это все организовывать. И все пошло хорошо, но Крылов говорил, что вот деньги должны быть в бизнесе, деньги должны быть в бизнесе. У нас сынок был такой хилый, потом пришло время нашему сынкуйке в армию. А началась вот эта чеченская компания, что ли, по-моему, вроде это, и мы хотели его откупить, но денег у нас не было. И мой муж захотел забрать свою долю, продать вот в этом деле с Крылова. И когда он об этом заикнулся, оказалось, что он даже не имеет никаких прав, и он как просто наемный работник, инженер там. А Крылов сам полностью хозяин, а он его кинул. и он осознал, что вот этот вот друг уже не друг. Я, говорит, продала квартиру, мы попытались откупить сына, но его все равно забрали. И через какое-то время его ранили, и не было вестей. И отец горя, как бы все вот это вот, они какую-то то ли, а нет, они его не откупили, они продали квартиру, хотели откупить, но его забрали, и на те деньги, которые они уже выручили, они купили какую-то комнату в коммуналке, нельзя было купить обратно, потому что, видимо, по-быстрому продавали, ну, что-то такое. И когда его там ранили, у отца вся вот эта картинка сложилась, что его бросил, кинул друг, что у него сын, и сейчас вестей нет, то ли он убитый, то ли что. И, в общем, жизнь пошла под откос, все плохо, он просто вышел с шестого этажа в окно и умер, разбился насмерть. А Крылов даже вообще ему было поферу. И она говорит, да вот сейчас сынок должен прийти ко мне. И тут Люсю осенило, что сынок это и есть тот Андрей. Андрей бесчастных, что ли, фамилия. А почему другая фамилия? И только она успевает подумать об этом, она говорит, ой, мне срочно нужно выйти. Хватает телефон, бежит на улицу, сталкивается с этим Андреем прямо на входе, она видит, что это он, ее сын. Представляете? Она бежит, звонит своему мужчине, мужчине своей мечты и говорит, это бесчастных убийц, он, он сын вот этого, кто на фотографии, это лучший друг, которого кинул вот этот Крылов и теперь он ему мстит, млядь, я меня убью. Не успела она это сказать, получила напорепь, ее закидывают в машину, садится этот Андрюша и везет ее. Она говорит, но посреди белого дня же он ее убивать не будет. Он ее везет в лес, все, она говорит, ну а что вообще, для чего, как? Он говорит, я хотел отомстить за своего отца, потому что это скотина, в общем, вот так, я изменил фамилию для того, чтобы он меня не узнал, пришел к нему на работу, сначала был там его шестеркой, помощником, потом он стал приближенным ему, документы оформлял, а потом он говорит, как-то услышал, он принес вам визитку и говорит, узная о ней все, принес ее визитку, узная о ней все и надо на нее завещание составить. Тут я понял, как я ему отомщу, даже своими руками не надо ничего делать, ну почти, да, он останется чистенький. Он узнал, где она живет, все, все, все полностью, ведь там паспортные данные, но в общем, это не составляло труда, потому что у этого были связи. Составили договор, не договор, как его завещание, она говорит, ну а как же вы взяли мои, мои, кто, ну как они называются, волосы, стакан, говорит, что тут как маленькая девочка, ну мол, щипачил, в метро пока ты ехала на работу, взяли ключи, достали все с твоей квартиры, что надо, а потом, когда ты ехала обратно, тебе кинули эти ключи, ну вообще, не богу, дура, она сидит и понимает, что все против нее, и она говорит, ну ты же, а где вот эта, которая цветы, и он говорит, она сидит в квартире, потом, когда все разрешится, просто он ее выпустит, говорит, дурочка ждет своего богатого любовника, он ей лапшу на уши навешал, эта баба поверила, и сидит, значит, там ждет, пока этот любовник там эти свои следы заметает, и тут звонит телефон ей, этот мужчина ее мечты, она хочет взять трубку, он выкидывает, и говорит, он тебе больше не понадобится, и тут она осознает, что, блин, походу все серьезно, он ее хочет грохнуть, он завозит, съезжает с дороги к какому-то лесу, и говорит, давай, выходи, на опушку иди, она говорит, я не пойду, он говорит, пойдешь, она говорит, нет, я не пойду, волочи меня, а он говорит, я хочу повесить тебя на той березе, она говорит, нет, давай здесь меня, короче, это тащи меня, чтобы были следы борьбы на моем теле, и все поймут, что я не сама повесилась, а меня кто-то убил, и все равно ниточки придут к тебе, потому что, блин, ну, по-любому, а он говорит, а, хорошо, берет ее, короче, за ногу, и волочет, так, что у нее начинает все это тело, это, все шкрябаться об пол, об вот этом грунтом, все, и тут она слышит собачий лай и люди, и она начинает остошно орать, что помогите, помогите, этот бросает ее, ее ногу, бежит, убегает, и тут подходит этот мужчина ее мечты, блин, еще самое интересное забыла, зараза, самое интересное забыла, или это было поздно, ну, в общем, этот убийца оказался, еще был момент, когда он пришел, этот сосед жевал котлеты, она купила все-таки трусы красные и начала закидывать на люстру, мокрые, он же их надо было намочить и закидывать, у нее с первого раза не получилось, со второго или с третьего эти трусы повисли, только трусы повисли и начали капать вода с этих трусов, зазвонила дверь, она открывает, там стоит мужчина ее мечты, и он смотришь, что здесь сидит мужик какой-то, а цветы были вот эти доставлены, он оценивает обстановку, что значит здесь романтик, трусы смотрят, висят на люстре, он говорит, что это, он говорит, трусы висят на люстре, он говорит, понял, знаете, как обычное такое, ну, в общем, суть в том, что все оказалось, что это он убийца, как поделили имущество, квартира и дом загородный остался Люсе, остальное имущество она поделила с бывшей женой там и с детьми, все полюбовно разошлось, и бизнес, по-моему, отдала что-то около того, в общем, квартира досталась, и дом достался Люсе, все, счастливый конец, кто хочет, пожалуйста, вот прочитайте, вот если вы будете читать, вы кайфанете, потому что там текст написан так, супер, не оторваться, а мои рассказы, ой, тут вспомнила, тут забыла, ну, в общем, для тех, кто ждал, друзья мои, оказался убийца, вот этот вот, его помощник, потому что хотел отомстить за Бакю, все, все, приятного аппетита, субтитры,